друзья всем привет сегодня предлагаю вам сделать вот такой вот необычный декор чтобы нарисовать берем тарелочку и рисуем потом вот такие вот лучики вырезаем все это и края заклеиваем бумажным скотчем картон должен быть плотным вот бы все здесь обклеили сзади я тоже одним слоем картона сделала теперь берем обычный самый обычный клей пва который у вас есть и хорошенько нашу заготовку из картона промазываем клеем все 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 краешки везде должно быть хорошо намазано жирно клеем теперь берем вату обычную и берем тоненький слой можно маленькими кусочками можно большими главное чтобы толщина была приблизительно одинаковая слоем так вот просто наклеиваем вату на нашу заготовку вот что у нас получается теперь я беру опять же клей пва и немножко развожу его водой до консистенции такой жидкой жидкой сметаны так мы уменьшаем расход клея и он легче намазывается и теперь нам нужно хорошенько смочить нашу вату не жалея вот этой жидкости с клеем так кисточкой можно это сделать пальцами можно сделать это толстой кисточкой нужно пропитать полностью хорошенько нашу вату клеем с водой так немножко прибивая придавливая жирненько жирненькая так намазываем клеем все пропитали те края которые у нас вот так вот выступают тут кстати кусочек хочется добавить еще если у вас где-то там немножко получилось так что вата не хватает добавили кусочек и промазали это не страшно я смачиваю пальцы в клее и вот таким вот образом заглаживаю края так делать удобнее можно и кистью но пальцами удобнее буквально формируете добавляете что-то убираете если вам не нравится и вот вам уже все нравится нужно хорошенько этот слой просушить феном вот я просушила пробовала все высохло хорошо так быстрее просто с феном нужно и на ночь просто оставить высушить теперь я формирую лицо берете кусочки ваты обмакиваете их в клей с водой отжимаете и формируете черты лица так вот я делаю брови если хотите более миловидное выражение лица то внешний уголок брови мы делаем немножко опущенным берете небольшие кусочки буквально так как пластилин пропитали клеем с водой и формируете мордашку если что-то получилось не так как понравится очень легко на этом этапе убрать уменьшить добавить ничего такого страшного здесь не испортится можно кстати еще если вам из ваты неудобно формировать можно вырезать из ватных дисков например губки или глаза той формы которая вам нравится на губы принципе можно вырезать или нос например и точно так же приклеить пропитав клеем сейчас я сделаю носик если какая-то деталь крупная можно еще дополнительно клеем место где вы ее добавляйте промазывать вот где-то здесь вот должен быть носик можно в принципе сделать и побольше более такой выразительный вот что у меня в итоге получилось еще добавила щечки носик увеличила и теперь это все покрывается акриловой краской можно взять вот такую вот дешевеньку в баночке можно в аэрозоле если у вас есть я возьму и покрашу аэрозольный она у меня темнее чем в баночке теперь я вот этой более светлой золотой буду выделять структуру и буду выделять наши черты лица когда я делала месяц похожие техники я заглаживала структуру больше он был более гладкий я оставлю вам подсказочку на мастер-класс по месяцу он немножко по-другому выглядит здесь же структура более проявлена мы пропускали тот момент когда заглаживается все более гладкую структуру вот таким образом более светлой золотой краской я выделяю выступающие части и носик тоже вот что у нас получается можно принципе все подкрасить потому что у меня был темный такой достаточно цвет я это все хорошенько просушила и решила добавить еще немного белой краски это не обязательно потом ее все равно буду закрашивать золотой просто я хочу немного выделить и посмотреть как будет если вот еще белой краской выделить это все опять же повторяюсь белой краской делать это не обязательно теперь берем блестки вот фикс прайсе и замечательный выбор всяких разных блесточек глиттера мы промазываем хорошенько клеим все места где мы хотим посыпать блестки чтобы они хорошо приклеились так вот не жалеем еще можно использовать мишуру просто ножничками немножечко состригли с краю она очень блестящая хорошо отражает свет и хорошо приклеивается вот такой необычный золотой декор у нас получается можно повесить вместо привычных нам веночков на дверь или на стену можно сделать его небольшого размера и повесить на елочку в качестве елочной игрушки